Сегодня мы идем в музей-мастерскую скульптора Сергея Тимофеевича Каненкова. Еще до революции Каненкова называли русским Роденом. Он отвечал «Я не Роден, я Каненков». Музей открыт к столетию мастера в 1974 году и включает помещение мастерской и мемориальную часть. Каненков жил и работал здесь с 1947 по 1971 год. Заходим в первый зал. Здесь ярко-синие стены. Представлены скульптурные работы Каненкова. Из первого зала попадаем во второй. В этом зале представлена в основном мебель Каненкова. Как сказали бы сейчас, мебель в эко-стиле. Еще при жизни Каненкова об этой мебели распространилась молва. Взглянуть на нее приходили малознакомые и совсем незнакомые люди. Джан Рокфеллер просила продать мебель за любую цену, но это был подарок Каненкова любимой жене Маргарите Ивановне. Давайте посмотрим поближе. Вот это музыкальный инструмент Каненкова. Мебель вырезана из массивных кусков, стволов и пней деревьев, в которых как бы стиралась граница между скульптурой и предметом быта. Скульптурная форма приобретала утилитарный характер. Вернемся в первый зал. Постоянная экспозиция является на сегодняшний день самым крупным и значительным собранием работ мастера, наиболее полно представляющим все этапы творческой биографии. Вот еще один стул. Он называется Алексей Макарович. Это Самсон, разрывающий узы. Это портрет скульптора Эрзи. У Каненкова много портретов современников. Некоторые из них мы посмотрим позже. Это помещение не очень большое. В центре мы опять видим оригинальный стол. Скульптор работал в разных материалах. Посмотрите, это гипсовый автопортрет. Но любимый материал – это дерево. Каненков, как никто, чувствовал его и знал богатейшие пластические возможности дерева. Посмотрите, какие здесь высокие потолки, громадные окна и какая люстра. По этой лестнице мы поднимемся наверх, где была квартира Каненкова. И заглянем на этот балкончик. Смотрите, что мы видим. Проходим по коридорчику. Здесь была квартира Каненковых. Очень удобно, далеко ходить не надо. Мастерская рядом. К сожалению, сама квартира не сохранилась. Остались только встроенные шкафы, которыми пользовались супруги. Идем дальше и видим дверь. Именно за этой дверью были жилые комнаты. А теперь там фондохранилище. Заходим на балкончик. Здесь сейчас тоже экспонируется скульптура. Посмотрите, какой вид на мастерскую. А раньше здесь стоял обеденный стол, за которым Сергей Тимофеевич и Маргарита Ивановна принимали гостей. Вот автопортрет Каненкова. И портрет Горького. Над портретом Горького скульптора работал в Италии. В Риме проходила его персональная выставка. Еще раз оценим высоту потолков в мастерской. Массивная люстра освещает это небольшое помещение. Спускаемся снова в зал с мебелью. На мой взгляд, такая мебель может отлично вписаться в интерьер современной квартиры и стать ее изюминкой. Проходим в следующий зал. Здесь представлена реконструкция кабинета Каненкова 30-40-х годов, который помогает погрузиться в творческий мир скульптора и почувствовать атмосферу далеких 30-х годов. В этом же зале экспонируются и известные скульптуры, в том числе портрет Маргариты Каненковой. Я всегда обращаю внимание, как развешаны фотографии. Это еще один авторский стол. Мы подробно его рассмотрим. Это рабочий стол Каненкова. Здесь же его телефон. С этим сундуком Каненковы прибыли из Америки, где прожили долгое время, а это их совместная фотография. Теперь отдельно остановимся у стола. Этот стол с двумя выдвижными ящичками. Причем каждый ящичек закрывается на замочек. Каненков продумал и это. Посмотрите, какая столешница. Спускаемся в следующий зал. Посмотрите, какой здесь стеллаж, который является одновременно и перегородкой. В подвале было подсобное помещение, где хранились материалы. Давайте посмотрим скульптуры этого зала. Художник изображает Христа, Достоевского. Достоевский полный внутреннего волнения и мыслей. Здесь же портрет Пушкина. Этот бар называется «Гулянка». Дверца открывается. Внутри мы видим наборы рюмок. На стеллаже кресло змея. Это табурет с котом с одной стороны и домовенком с другой. Посмотрите, какой просторный зал с высокими потолками и громадными окнами. Эта мастерская – копия американской мастерской Каненкова. Сергей Тимофеевич предпринимает попытку создать первую на то время кинетическую скульптуру. Речь идет о последнем, так и незавершенном проекте «Космос». А вот знаменитый портрет Паганини. Теперь мы видим стеллаж-перегородку с другой стороны. Такой стеллаж – отличное решение для мастерской скульптора. Проходим мимо Паганини и видим здесь макет памятника Ленину. Предполагалось, что монумент будет располагаться на Воробьевых горах. Эта скульптура называется «Юность». Это портрет Баха. Каненков обращался и к изображению обнаженной натуры. А это музыкальный инструмент Каненкова. Ну и напоследок любимое кресло Маргариты Ивановны, которое называлось «Кресло-лебедь». Согласитесь, это кресло в форме лебедя, грациозно согнувшего в шею, просто потрясающе. Охватить все в одном видео, конечно, невозможно. Поэтому приходите в музей-мастерскую Каненкова и посмотрите все самостоятельно. Еще я вам рекомендую почитать книги, посвященные творчеству скульптора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!